Это стало хорошей традицией. В День славянской письменности и культуры здесь, на Новой площади, собирается тысячеголосый хор. Хор собирается в рамках всероссийского праздника, потому что в этот день хоры собираются по всей матушке стране. Они состоят из исполнителей профессиональных, самодеятельных, из детских коллективов. Таким образом, исполнение песен – это своего рода процесс единения, культурного единения людей разных возрастов, разных профессий, разных национальностей. Это посыл России, объединяйтесь с хорошей песней. Но песня, понятно, патриотическая. И естественно, что данное мероприятие у нас посещается не только Дню славянской письменности, но и 70-летие Победы. Потому что праздник у нас отмечается в течение всего года, фактически. То есть он весь год наполнен мероприятиями, посвященными этой великой и святой дате. А откровенно, у вас в прошлом году или так желание вообще бывает, что присоединиться просто к хору, понятно, там обязательно когда тысячи голосов? Хорошая идея. В этом году я так и сделаю. Я обязательно присоединюсь к хору и вместе с хором спою, ну, насколько мне хватит, 2-3 песни. А кроме вас, может быть, еще кто-то из-за чиновников? Ну, вообще, конечно, не хотелось бы портить, скажем, полифонию хоровую, потому что на самом деле будут петь, хотя и в том числе не только профессиональные, но и самодеятельные артисты, но все-таки это будет хор. Все-таки это будет коллектив, который под руководством дирижера исполнит профессионально несколько все-таки композиций, песен. Поэтому я встану сбоку, про себя что-то спою, поучаствую в этом процессе. Говорят, что первый блинком, он в прошлом году как-то, что это был первый? В прошлом году получилось достаточно удачно, хотя, конечно, солнце светило достаточно беспощадно. Но мы обеспечиваем всех водой, обеспечиваем шапочками, значит, соответственно, пытаемся создать условия, такие более-менее подходящие для участников хора. В целом коллектив смотрелось очень неплохо. Здесь было около тысячи зрителей, поэтому вот этим, я считаю, праздничным совершенно действием могли насладиться в том числе и горожане, то есть жители Пензы и Пензенской области. Про солистов областной филармонии, что-то, может быть, особо скажете, да? Что вы делите? Ну, основу, конечно, в любом случае этого мероприятия составляет хоровая группа губернаторской капеллы. Она задает у нас трой, вот. Она, как бы, является здесь главным исполнителем, вот. Ну, и, соответственно, значит, оркестр, значит, губернаторской симфонической капеллы. Остальные, ну, я понимаю, что, значит, они помогают этому процессу, они в него вливаются. Вот. Настрой тон задает профессиональный исполнитель. Полин, ты уже будешь второй раз выступать. В прошлом году что пели? И поделись своими впечатлениями. Расскажи, пожалуйста. Ну, большинство песен, которые мы сейчас здесь поем, они были и на прошлом, на прошлом мероприятии. То мероприятие было большое, но единственное, что мне не понравилось, то, что жарко было очень. Но то, что впереди тебя сидит оркестр, играет, и ты сама вживую все это поешь, это было, не знаю, мне впечатление прям вот, мне очень понравилось. Расскажи, ведь сравни, как петь на сцене или там в школе с Альги под открытым небом, у нас огромные плоски. Ну, на сцене все равно теряешься больше. Когда ты поешь на улице, как бы, и особенно, когда там много народа, это как бы, не знаю, мне так легче. И тем более, когда у тебя знакомые люди, мне нравится больше так, когда на улице. Виктория Валерьевна, вот насколько сложно вообще вот свой хор влить вот в такой огромный хор, где тысяча голосов, вот с профессиональной точки зрения, как готовитесь? К этому празднику, к большому празднику хоровой музыки, мы готовимся почти целый год. Раздаются ноты каждому хору. Мы учим это в школе сначала, а потом вот очень хорошо, что проходит несколько репетиций, вот именно в киноконцертном зале Пенза, когда приходят все коллективы, то есть вместе с оркестрами репетируем. И как бы вообще это очень сложный процесс, когда вот столько разных коллективов влиться в одно, но дети поют с удовольствием и взрослые хоры, и поэтому я думаю, что праздник будет на высшем уровне пройдет. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.